Пустишь погреться? Не боись, не дожигу. Путь как дома, путник. Я ни в чем не откажем. А что, если окружающий мир вовсе не то, что вам кажется? Вы привыкли доверять людям и думаете, что живете в безопасности. Но что, если это не так? Что, если люди только выглядят добрыми, настоящими и искренними? А реальность гораздо сложнее, жестче и больнее, чем вам кажется. Что, если люди вокруг только притворяются хорошими, чтобы потом сожрать вас? Ну как, готовы вы к такой реальности? Сможете ли вы это принять, сохранив рассудок? Всю свою историю люди жрут друг друга, уничтожая несогласных. От Сократа и Коперника до Солженицына и прочих врагов Родины. Почему? Потому что удержать большую толпу вместе может только общая мифология. Тот, кто в нее верит, хороший. Тот, кто сомневается, плохой. Таких сожрут. Как? Ты не веришь в товарища Ленина партию ЛГБТ и социализм? Хм. НКВД придет, порядок наведет. Поэтому все люди с детства умеют что? Притворяться хорошими и симулировать любовь. Шоу Трумана вышел в 98 году. На год раньше, чем «Матрица». Это фильм о человеке, которого используют без его ведома. Вся его жизнь постоянно, 24 на 7, транслируется по телевидению. Он живет в искусственной реальности, которая создается и управляется режиссером. Все люди вокруг, друзья, жена, семья, не настоящие. Это актеры, которые играют и притворяются близкими. Этот фильм, так же, как и «Матрица», заставляет задуматься о реальности. Но акцент поставлен не на виртуальности материи, а на виртуальности психологии и человеческих чувств. Главный вопрос фильма – а что, если реальность, которую я вижу, не настоящая? А что, если чувства и эмоции людей, которые я вижу, не настоящие? Фильм начинается с коротких интервью жены и лучшего друга главного героя. Это актеры, которые играют главные роли в жизни Трумана. Они пытаются убедить самих себя, что участие в шоу – это не просто работа с женой или работа другом. Это образ их жизни. Марлон, который притворяется лучшим другом Трумана, говорит, что в шоу нет ничего фальшивого. То есть этот парень получает деньги за то, что притворяется лучшим другом, но считает, что все по-честному. Какая разница между настоящей реальностью и виртуальной, если вы не можете отличить одно от другого? Это основная идея фильма. Дело не в том, что Трумана обманывают. Дело в том, что люди, которые его обманывают, свято верят в то, что делают некие хорошие, благородные вещи. Ведь они снимают шоу, которое дарит веру и надежду тем людям, которые в ней нуждаются. То есть они не замечают, что за бабки делают ужасные вещи с другим человеком. Они только замечают, какие они хорошие, потому что дарят веру и надежду. С самого начала фильма через камеру, встроенную в зеркало, мы можем подсматривать, как Труман валяет дурака, притворяясь исследователем. Он выходит на улицу, здоровается с соседями и собирается сесть в машину. Но в этот момент происходит факап. Студийный фонарь падает с неба прямо на дорогу перед домом. Такие фонари используют для освещения съемочного павильона, и это очень странно с точки зрения Трумана. Чтобы его успокоить, радио в машине сообщает байку о том, что, дескать, несколько минут назад самолет, пролетавший над городом, сломался и начал терять запчасти. Затем диктор сообщает, что вообще летать на самолетах опасно. Это подсознательное манипулирование Труманом, которое продолжается на протяжении всего фильма. Дело в том, что студия заинтересована, чтобы главный герой сидел на месте и не пытался выбраться наружу. Поэтому с детства Труману, так же как и всем нам, родители внушают страхи и фобии, чтобы он сидел на месте и не пытался, не дай бог, выбраться из привычной зоны комфорта. Труман боится летать на самолете, потому что окружение постоянно внушает ему этот страх. Он боится плавать и перемещаться по воде, потому что в детстве его напугали смертью отца во время шторма. С тех пор Труман боится даже сесть в лодку. Система ограничивает и контролирует его свободу через страхи и фобии. Ужас ситуации в том, что все люди вокруг, самые близкие и родные, ненастоящие. То есть он искренне им доверяет, а они всю жизнь его используют. Но он привык к этому, потому что он живет в этом с детства. Мэрил, жена Трумана, показывает ему кухонную приблуду и механическим голосом бубнит рекламный текст, не потому что ей хочется показать это мужу, а потому что производитель этой приблуды заплатил за рекламную интеграцию. Марлон, лучший друг Трумана, отговаривает его от поездки на Фиджи не потому, что он переживает за друга, а потому что он должен это делать в соответствии с контрактом. Актер играет друга, потому что получает за это деньги. В следующей сцене Труман сидит на пляже и вспоминает трагическую смерть своего отца, которая сформировала у него гидрофобию, боязнь воды. Так нужно, чтобы главный герой не рыпался и не пытался уплыть за пределы павильона. Затем, с помощью узкого потока дождя, режиссер шоу усиливает эмоциональные страдания Трумана. Так нужно, чтобы увеличить вовлеченность и переживания зрителей. Чем больше эмоций и страданий, тем больше просмотров и дороже реклама. Шоу может функционировать и зарабатывать деньги только до тех пор, пока главный герой верит в ложную реальность. Шоу делает все возможное, чтобы Труман не только не убежал из клетки, но и чтобы он даже не мог догадаться, что он в клетке. Клетка – это жизнь, страхи – это сценарий. Если он узнает, что он в клетке, то вся игра рухнет. Самые прикольные аллегории – это способы, которыми режиссер удерживает Трумана в иллюзиях. Его подсознания постоянно атакуют пропагандой страха, о том, как опасны полеты на самолетах и о том, как опасно перемещаться по воде. Контроль системы над миром Трумана абсолютный. Все, что герой видит и слышит каждый день, специально спроектировано, чтобы контролировать его поведение. Телевидение, которое он смотрит, газеты и журналы, которые он читает, содержат заголовки, которые заставляют его верить в то, что нужно системе. Даже люди, с которыми Труман общается каждый день, говорят одними и теми же заученными фразами и шаблонами. Пропаганда проникла и контролирует все аспекты его жизни. Все мы, так же как Труман, постоянно подвергаемся пропаганде. Нам внушают иллюзию реальности. Каждый день пропаганда внушает нам, что такое хорошо и что такое плохо. Можно быть с этим согласным или не согласным, но нужно молчать. Ты, конечно, можешь открыть свой рот и выступить против, как Сократ или Коперник, но тогда система тебя сожрет и выплюнет. Общество не любит тех, кто разрушает социальные мифы, в которых оно живет. В фильме есть всего несколько человек, которые рискуют рассказать правду и вытянуть Трумана из иллюзии, в которой он живет. Мужчина на парашюте приземляется в центре города, чтобы предупредить Трумана о том, что его все обманывают. Но система моментально реагирует и устраняет угрозу. В студенческие годы Труман влюбился в девушку Лорен. Это была актриса, которая играла второстепенную роль в шоу. Но так получилось, что их взгляды встретились и они влюбились друг в друга. Девушка вышла из роли и нарушила протокол. Она раскрыла Труману, что его мир – это ложь. Она сказала ему, послушай, о тебе все знают. Все, что ты делаешь, они притворяются. Понимаешь, они все притворяются. Но девушку прерывает мужчина, который говорит, что он ее отец, а она сумасшедшая. Система моментально изолирует Лорен от Трумана, потому что она пытается разрушить миф, в котором живет главный герой. Эта девушка – единственный настоящий человек в его фальшивом мире. Все мы больше или меньше живем в мире иллюзий. Потому что если бы мы жили в настоящем мире, как 10 тысяч лет назад, тогда шоу бы не получилось. Для того, чтобы мы могли жить в больших социальных группах, такие как города, нации, страны, нужно то, что ученые называют интерсубъективными убеждениями. То есть нужно нечто, что нас будет связывать, нечто, что находится за пределами материи. Это такие вещи, как деньги, нации, корпорации, религии, законы. Этого ничего нет в реальном мире. Но в тот момент, когда мы все начинаем в это верить, оно начинает работать и регулировать наше поведение. Это сложная для понимания концепция. Ну, давайте попробуем. Какая ценность находится в этом клочке бумаги? Никакой. Это просто клочок бумаги. Но если я на нем нарисую одного мужика, то вдруг все ловят приступ шизы и начинают видеть там ценность. То есть там ценности нет. Это просто клочок бумаги. Ее там нет. Почему мы ее там видим? Потому что мы в это верим. И есть другие люди, которые в это верят, и они за это даже готовы работать. То есть тут появляется ценность, потому что мы в это поверили. Так же, как мы начинаем подчиняться законам, потому что мы в них верим. Государствам, нациям и все на свете. То есть вся наша ткань цивилизации построена на иллюзии, в которую мы верим, которые называются интерсубъективные убеждения. Все это общественные иллюзии, к которым люди настолько привыкают, что воспринимают как реальность. Наше общество функционирует потому, что большинство людей на автомате верят в эти общественные иллюзии и бессознательно действуют в соответствии с ними. Покупая товар, вы рассчитываетесь за него деньгами. Вы делаете это не потому, что боитесь полиции. Вы делаете это, потому что так привыкли. Вы не задумываетесь. Чиновник берет взятки и параллельно рассказывает про любовь к родине. То есть он говорит одно, а делает другое. Почему? Потому что такова его реальность, таковы правила игры, такова иллюзия, в соответствии с которой он играет. То же самое мы наблюдаем в шоу Трумэна. Все актеры притворяются. В жизни они одни, а в шоу они совершенно другие, потому что получают за это деньги. На протяжении всего фильма мы видим, как постепенно Трумэн видит все больше несоответствий и все больше пробуждается от иллюзий. Чем ближе он к истине, тем больше сопротивление системы. Социальные иллюзии нашего мира так же обманчивы, как шоу Трумэна. Потому что за последние 10 лет они радикально изменились интернетом, реалити-шоу и социальными сетями. Понты и пустые ценности социальных сетей разрослись и сформировали ложные иллюзии о ценностях, дружбе и отношениях. В наши дни каждый инфлюенсер это реалити-шоу. Проблема в том, что все эти блогеры и инфлюенсеры, они транслируют ложь, фальшь. Они показывают фейковое богатство, фейковые отношения, фейковую любовь, фейковую дружбу для того, чтобы понтоваться и получить лайки и подписки. Все бы ничего, но проблема в том, что это фейковая картина в социальных сетях, а она там всегда фейковая. Никто вам не будет показывать в социальных сетях какие-то свои проблемы, какие-то свои факапы. Все показывают, как все цветет и пахнет, все везде медом измазано. Так вот, эта искаженная ложная картина, она формирует завышенные ложные ожидания у зрителей, особенно молодых, которые изучают жизнь по инстаграммам и социальным сетям. И это большая проблема, потому что эти завышенные ожидания, они раньше или позже сталкиваются с реальностью и может быть очень-очень больно. Ты думала, что всем на день рождения, как в инстаграме, дарят машину? Мои сожаления. Чаще всего даже цветы не дарят. Чем больше Трумэн присматривается, тем больше странностей и несовпадений он замечает. Сначала по пути на работу он встречает своего утонувшего отца, но не может с ним поговорить, потому что какие-то люди быстро забирают отца и возят его на автобусе. Когда Трумэн пытается это обсудить с матерью, то она смеется и говорит, что ему показалось. Все больше странных вещей происходит вокруг. Радио в машине случайно ловит волну, на которой в реальном времени описываются все действия Трумэна. Это режиссерская волна, на которой сотрудники отслеживают перемещение главного героя в реальном времени. Трумэн понимает, что каким-то непостижимым образом весь мир крутится вокруг него. Жена Трумэна ведет себя странно и он решается проследить за ней. Система виде массовки всячески пытается остановить его, но Трумэн прорывается в больницу и видит, что его жена вместе с другими актерами проводят там фальшивую операцию на манекене. Трумэн ждет ее в машине, затем он точно предсказывает жене поведение окружающих актеров, которые привыкли за долгие годы к одним и тем же постоянным действиям. Трумэн сам шокирован и пытается уехать на машине из города. Но система не дает ему это сделать. То пробки, то вода, то пожар, то утечка радиации на атомной станции. В конечном счете его принудительно возвращают домой. Все это настолько невероятно, что кажется абсурдным, однако не спешите оценивать, потому что в нашей жизни тоже хватает абсурда. Почему, например, совершенно незнакомых людей, которых мы никогда в жизни не видели, мы делим на своих и чужих? Это очень странно и абсурдно. Почему, если мы не успеваем вовремя навстречу, то у нас обстоятельства и причины? А если кто-то другой это делает, то он не пунктуальный, он опаздывает. Почему, если мы кому-то указываем на ошибки, то нам хорошо и комфортно? А если нам кто-то указывает на ошибки, нас это бесит. Почему в каждой стране есть Министерство обороны, но ни в одной стране нет Министерства войны? В шоу Трумэна главный герой закрыт в постоянной клетке, его свобода ограничена. Но он никогда не злится, он ищет ответы на вопросы, спотыкается, но никогда не опускает руки. Все вокруг сделано так, чтобы он расслабился и ни о чем не думал. Общество гонит его по заранее написанному сценарию. Рождение, учеба, работа, семья. Он не должен думать, он должен жить как робот по сценарию. А разве наша жизнь другая? Родители школы и социальная среда закладывают программы, что, где и когда ты должен делать. Мир полон тайн и возможностей, но большинство предпочитает унылое существование от рождения до старости. Люди недовольны своей жизнью, но из года в год ничего с ней не делают. Труман не такой. Он настоящий. Он единственный живой персонаж в этом мертвом мире. Он не понимает, но чувствует это. Он понимает, что находится в ненастоящем, в пластмассовом мире. Его жена, как робот, рекламирует товары и ведет себя странно. Его лучший друг Марлон врет, что никогда бы не посмел его обмануть, потому что они лучшие друзья. Но уже поздно. Труман понял, что все вокруг ненастоящее. Он только делает вид, что поверил и успокоился. На следующий день Труман ведет себя, как обычно, чтобы усыпить любые подозрения. Вечером он спокойно ложится спать в подвале и быстро засыпает. В этот момент режиссер шоу начинает подозревать что-то неладное. Когда лучший друг Марлон приходит проверить Трумана, то становится понятно, что главный герой сбежал. Вся сценическая группа поднята на уши и прочесывает город, пытаясь найти Трумана. Все безрезультатно. Тогда режиссер приказывает включить дневной свет посреди ночи и начинают искать в гавани. Неожиданно камера находит Трумана в парусной лодке, плывущей по воде. Очевидно, что главный герой сбежал, чтобы узнать правду. Это желание настолько мощное, что оно пересилило страх смерти. Человек дошел до такой точки, где ему проще умереть, чем жить так, как раньше. Режиссер активирует сильнейший шторм. Такой же мощный, как в детстве, когда мальчик потерял отца. Труман очень близок к смерти, но он не отступает. В этот момент он готов умереть за правду. Подняв голову к небу, он кричит. Это все, на что ты способен? Разозленный режиссер игнорирует недовольных сотрудников и запускает самый мощный шторм из всех возможных. Труман не отступает, но его оглушает удар. В последний момент режиссер жалеет героя и возвращает спокойствие на воду. Труман приходит в себя и продолжает плыть к своей мечте. Он победил страх и стихию. Теперь его не остановить. В этот момент лодка врезается в край мира, повреждая купол декорации. Все подозрения Трумана подтвердились. Он жил всю жизнь в иллюзорном мире. Он видит перед собой лестницу, которая поднимается из воды к выходу. Аудитория заворожена. Это кульминация 30-летнего реалити-шоу. Труман поднимается по лестнице. На вершине он видит дверь с надписью «Выход» и открывает ее. В этот момент с неба гремит голос режиссера. Он говорит, что Труман – звезда телешоу, за которым наблюдает весь мир. «Все было не настоящим?» – спрашивает герой. Голос отвечает, что сам Труман был настоящим, и все его за это любят. Режиссер предлагает герою остаться, потому что снаружи правды не больше, чем внутри, но мир снаружи гораздо опаснее. Труман долго молчит. Затем он говорит свою коронную фразу, которую повторял на протяжении всего фильма. Но в этот раз она звучит по-особенному. На тот случай, если больше не увидимся. Добрый день, добрый вечер и спокойной ночи. После этого он выходит через дверь. Именно стремление Трумана узнать правду и развалило всю иллюзию. Его прохождение через дверь – это символ возврата контроля над своей жизнью. Это очень глубокий философский фильм, крайне недооцененный зрителями. Потому что большинство людей вокруг вас, они как тот Труман, только наш Труман, он настоящий, он активный, он, несмотря на обстоятельства, он пытается, он ищет. И в конечном счете он побеждает. Он возвращает контроль над своей жизнью. А большинство людей вокруг вас, они живут в сладкой иллюзии, они живут в паттернах, в моделях, которые им внушает общество. Они пассивны. И в их жизни ничего не происходит до самой смерти. Таких, как Труман, очень мало. Те, кто активны, те, кто пытаются. Не факт, что все попытки будут приводить к победам. Но если не делать попыток, то тогда вы превращаетесь в пассивное большинство, и тогда вообще шансов никаких нет. Подумайте над этим. Друзья, в моем Телеграм-канале есть программа «В натуре, как накачаться без стероидов». Также там находятся две программы. Одна для тела, FullBody90, другая для мозга, Neyromax90. Все это абсолютно бесплатно. Вот там вот ссылочки внизу в описании. Все, что вам нужно, это только зайти и взять. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха. И да пребудет с вами сила, друзья!